так друзья всем привет ну что это наш выпуск условно номер два но по факту это третий если пилот не считать за выпуск вот значит сегодня мы продолжаем как обычно в рамках данного блога работает с максиком на становой тягой в сумму если на прошлой тренировке она была такая чисто техническая то сегодня воскресенье на сегодняшний момент пошла ровно одна неделя с момента как мы максика начали скажем так тренировать в этом плане и сегодня надо будет уже что-то потянуть но потянуть немного особый манер скажем так максом как телево то нормальная работа лучше вроде уже как бы комфортнее стоять в принципе им нравится как энтузиазм в отношении тебя это же приседание идет тяга пойдет мне кажется да раньше но хорошо его тяга шла лучше чем приседание сейчас тоже будет отлично смотри объясняю обосновку задачи на сегодня ты сейчас выставляешься выполняешь захват грифа подсаживаешься начинаешь медленно тянуть вот в этом прикол то есть ты до уровня колен ты тянешь медленно вот здесь в чем задача состоит здесь нужно чуть быстрее как бы можно это сделать прям быстро но задача сделать все качественно красиво подконтрольно задача какова ставить сперва колени и потом только вставить таз то есть видишь обычно люди как фиксируются одновременно задача какова ставить колени при этом туловище лишь будет чуть-чуть отклонено и потом ставить таз давай ты попробуешь два раза на старт макс вот это вот важно на старте ты прям все делаешь медленно давай будем учиться вот этой манере ее нужно освоить что нам важно хорошо отлично 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 это его тут ускоряем менее утрированными давай еще раз сделаем просто более естественно то есть меньше наклон должен быть и прям сильно остался завален вперед alohidr а ну это все надо делать опусе верхни это все надо делать как бы с ней том движение должно быть пауз то есть ты должен сделать вот так то сейчас Gotta Network будет медленно 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 ставился вместо диапoint а на как бы вот из таких движений суд questo и gidinski должно быть Что ты должен усвоить? Что у нас сперва втыкаются колени, а уже потом только мы фиксируем таз. Вот это вот две точки фиксации, дорогие друзья, о которых вы должны помнить. Если вы втыкаетесь одновременно, вас всегда будет тащить назад. Потому что у вас возникает момент силы, который тащит вас назад. Если же вы втыкаетесь, сперва воткнули колени, потом доверили туловище, с балансом у вас никогда не будет проблем. Поэтому мы сейчас сразу учим Макса этого момента. Давай, Максим, старт плавный. Выполняем захват рифа. Хорошо. Вверху еще более слить, на еще более мощно. Вверху. До колен нормально. Оп, отлично. Все, 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 два раза. Давай наденем десятки с тобой на штаммы. Что-что? Не, они одинаковые как раз. По-моему. Сейчас тоже тянешь на два. Но опять же, вот сейчас второй, ты вот немножко не соблюдал этот момент. То есть у тебя оказалась фиксация одновременна. Нужна быть фиксация вот. То есть четко такой двухфазный характер. До колен медленно, Максик. И прям держи напряжение, терпи в спине. Чуть-чуть шире хват, плечо вперед, ты помнишь. Подсед, жесткая спина, работаем. О, отлично. Очень хорошо. Давай еще. Давай. Это же подсед, жесткость коленей. Отлично. Ставим. Напоминаем, Максон хват всей ладонью. Намаж магнези, если она скорзит. Есть магнези? Нормально. Она не скорзит. Да. Хват всей ладонью. Не спускаем на пальцы. Давай еще десяточки навалим. Это у нас будет 90. Шлак. Медленно. Да, вот это задача. Зачем нужна вообще медленная тяга вот в таком вот манере? Потому что мы учимся на старте терпеть, держать углы. И, что самое главное, не дергать. Давай, Максик, стараемся медленно тащить на срыв. Локоть вперед, плечо вперед, накрываем. Жесткость. Давай. Хорошо. И вставляем. Отлично. Еще раз. Точно так. Жесткость. Спина, колени. Все, работай. Оп. Вот сейчас чуть-чуть одновременно. Вот первый был хороший, сейчас было чуть-чуть одновременно движение. Еще раз, ну два, сделай. И пойдем вверх с синглами. Сильно непривычно терпеть на старте? Ну, да, немного непривычно. Просто медленно я никогда не делал. Надо потерпеть. И старайся вот в этот момент, как бы, понимаешь, срыв, это самый ответственный момент в тяге с ума. То есть твоя задача держать максимальные углы, держать напряжение кора, держать вот это разведение колен, чтобы здесь ни в коем случае не прошло никаких моментов. Поэтому мы сейчас за счет этой медленной тяги что делаем? Мы, во-первых, закрепляем, чтобы ты понимал это положение. Во-вторых, ты учишься делать его под контроль, ни в коем случае, чтобы у тебя не терялись вот эти вот, вот это положение тела. Второе, как-то, наверное, по коленям это говорилось. Не знаю, видно, не видно. Возможно, ты держи. Я смотрел на другие моменты, по коленям не знаю, но ты на фиксации немножко накопил. По второму. Плечи. Колени. Работа, отлично, отлично, отлично. Отлично, фиксация хорошая. Супер, давай еще. Давай, давай, давай. Хорошо. Второй опять чуть подзвонил. Что ты замешкался там? Ты ждал, пока я тебе скажу, ты все делаешь сам. Я могу тебе сказать, могу и не говорить. Значит, это у нас сейчас будет 110. Я правильно посчитал? Да. То есть, 110 классики для меня уже тяжко. Значит, сейчас ты делаешь максимум синглами, но все вот так, как только что мы обсудили. То есть, медленный старт, ты стараешься фиксировать сперва колени, потом таз. На разик, да? На разик, да. Если готов, можешь приступать. Макс, тебе бы магнезию где-то найти там нету, точно нету? Да я не знаю. Пойди, найди, давай. Здесь нормально. Ну, ну давай. Здесь нормально, а мы же выше пойдем. Давай жесткость. На колен плавно. Терпим, терпим, терпим. Вставляем. Хорошо. Хорошо. Ну что, как? Ну, слушай, ну очень легко и очень уверенно. За магнезию сбери пока? Да, сходи за магнезией, Максик. Сейчас пока Макс ищет магнезию, дорогие друзья. Важно не спешить, когда вы осваиваете тягу. Вот то, что я говорил в самом первом выпуске. Вы должны железобетонно освоить разведение колен раз. Вы должны железобетонно освоить жесткую спину два. Потому что вы и сами можете снять себя на видео и посмотреть. Самое главное, что у вас должно быть в тяге с умой, если вы правильно тянете. У вас должно быть вот такое непрерывное, мощное, уверенное движение ногами. Без никаких вот таких вот нюансов. То есть четко вы вставили туловище, вы дотянули ноги, вы вставили таз. Таким должно быть ваше движение. Чтобы оно было таким, вам нужна жесткость тут, вам нужна жесткость тут. Не хватает растяжки, не можете вставить спину. Развейте сперва эти качества, а уже потом тянете с умой. Потому что, вы видите, вот Макс, да, по сути, человек когда-то давно тянул с умой. Уже не помнит, как он тянул. По факту я его рассматриваю как такой роу материал, сырой материал, да. То есть у него нет еще таких, что называется, вредных двигательных стереотипов, от которых нужно избавляться. Например, привычка горбить спину или привычка тянуть коленями внутрь. Ему просто дал установку правильную, и он все сделал красиво. Давай, Максончик, намазался? А 110 опять? Опять 110 подходит, да еще? Может, не буду пока? Или мой больше? Больше будет? Нет, давай, давай. Задача пока, ну, мы же больше работаем техникой. Я снимаю это, наверное. Ну и что? Давай, давай. У тебя жидкое есть? Нет. Ты с собой многое никогда не провешь. Ну, ты поставь. Ну, давай. Локти, плечи, вставил. Давай, начинаем жестко. Вставляем. Что ты терпишь? Макс, не капец пауз. Что ты за... Я просто ускорился. Нет. Ускорился, и ладно. Ну, Макс, что ты делаешь? Конечно. Значит так. 110, ну, давай 130 и 140. Давай. Я думаю, что... Все, нет, надо Максик... Ну, технику тоже отрабатывать, чувство веса. Что? 110 плюс 20, это будет Максик 130. Что вам, математику не преподают там или что? Да нет, я просто замечтался. Замечтался уже. Я же это забыл, господин. Представил, что это не пятнашки и десятки, а двадцать пятки, блины. Значит, смотри. Конечно, сейчас вес побольше. Ты можешь чуть-чуть фазу тяги до колен сделать помедленнее. Ой, побыстрее, извиняюсь. Но. С остальной технике ни в коем случае, блядь, не тормози. Вот остановок быть не должно, Макс, ты чё? Я понимаю, что вес не тяжелый, но никаких остановок быть не тяжел. Если ты чувствуешь, что ты где-то залажал, пофиг закончить движение и справишь с следующим повторением. Давай сейчас соберемся. Значит, старт, главное, медленно. После колен ускорение и фиксация. Давай. Хват, штаны, все ладони. Мощно, уверенно, берем. Давай. Это уже вес хороший. И фиксируем. Хорошо. Что, как? Нормально. Ну, давай еще подход на этот вес. Да. Не, ну, слушай. Не могу сказать, этот, пальцы, да, но в принципе... Раскручивай, да? Ну, да. Ну, смотри, уже с этой недели, с предстоящей, тебе нужно будет начинать осваивать хват замок. Я тебе объясню, как делать, как осваивать. То есть, замок это тот хват, которым надо в сумму тянуть. Можно, конечно, тянуть разнохватом, но это такой более проигрышный хват. Поэтому сейчас ты вот, задача как бы уже, мы вышли на те веса довольно быстро, потому что по физическим качествам ты подготовленный. Мы вышли на те веса, которые ты, собственно, можешь делать технично, уже довольно большие. Поэтому сейчас вопрос хвата встает и нужно в этом плане работать. Давай. Все, помнишь, плечи вперед, колени жестко. На старте не дергаем, стартуем плавно. После прохождения колен жесткая фиксация. Давай. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Оп, вставился. Нормально. Молодцы. Давай 150, чтобы не мелочиться. На разик сделаешь. Уже сейчас, ну, так как 150, технически ты поработал. Постарайся сейчас как? Срыв не замедлять, но сделать его плавно и аккуратно. Ну, ни в коем случае не дергать. Лямки? Лямки? Мне кажется, расходить. Ну, давай один раз в лямках, один раз без. Если в лямках потянешь, то можно без попробовать. Что, друзья, смотрите, 150 уже. Как, в общем-то, быстро. Такая штанга монументальная, внушительная. Хотя, всего лишь... Семен не надо, потому что он угрожает, что его звали. Ну, он тут, да. Амфлитуда у него короткая. Я думаю, ничего не должно произойти такого. А тебе они подают? У тебя своих лямок тоже нет, да? Да нет. А ты лямки, ты хочешь восьмерками их делать? Ну, давай. Что за лямки? Ты лямки умеешь завязывать? Да я тут это делал, понимаешь? А ну, покажи. Ну, правильно, правильно, да. Прокручиваем. А, ну, да. Тоже накидываю на запястье, снизу ее пропускай. Дотянул нормально, давай. Не дергать. Хорошо, работай, работай, работай. Фиксируйся. Ты специально замедлился или тебе тяжело? Ну, давай без лямок. Ну, без лямок тогда возьмись разнохватом. Потому что замок ты пока еще не умеешь в замок. Посмотрим сейчас, ты сможешь за счет потянуть. Значит, смотри. Задача какая? 150, это уже нормальный такой вес. Берешься разнохватом. Тянешь. Фиксируешься. И я тебе дам команду, опустишь по команде. Сам не бросай. Понял? Не бросай. Что же? Я нахватом не особо не могу начинать. Нет, попробуй. Да, Максик. Это же ощущение своего. Все, не надо рудоходом. Попробуй. У тебя может быть как бы немножко дискомфорт. Вообще в целом. Ни в коем случае рукой, которая супинирована. Не отговорай. Ни в коем случае, да, не тяни, не подтягивай, не напрягай. Руки расслаблены, руки ветки, плечи выведены вперед. Ножком не перся, все делаешь как обычно. Давай, все, готов, начни. Ты почувствуешь, что хват стал покрепче. Магнезия, у тебя уже все слезла, да? Ну, давай. Все правильно, да, да, да. Жесткость. И фиксируй все. Давай, давай, давай. Я просто в конце не мог, понял, стараться. Так, вот смотри, нормально ты тянешь. Сейчас смотри, сейчас просто с пола вот начни первый сантиметр плавно. А потом сделай с максимальной скоростью, как ты можешь. Потому что я что-то понять не могу. То есть, ну, то ли тебе тяжело ее срывать, то ли ты вот терпишь на срыв, потому что пока еще непонятно. Сейчас отдохни немножко. Третий подход. Я еще и замедляю, понятно, как первый раз. Все, ну, сейчас смотри, сейчас ничего не замедляем. Вот сейчас срыв просто сделай сам плавно. Как только штанга оторвется, первый сантиметр и прошла. Вот тут сразу работает на максимальную скорость. Понял? Все. Ну что, хочу, пацаны, посмотреть, как он, ну, сделает. Как себя чувствует мой? Вот мы так и будем идти. Одна неделя, точнее, один день воскресенья будет день тяжелых весов. И один день до вторника всегда будем работать чисто технически, как вы видели в прошлом видосе. Тягу до колен Максик хорошо уверенно сделал. Ну, сейчас, слушайте, 150 новых. Я не ожидал, что уже сегодня, дадим до 150. И такие, видите, его не колбасить, не сказать, что это впереди. Ну, 200. На классике 150 я просто наложил, просто дай бог. Давай. Главное, сорви просто подконтрольно медленно. А как только она оторвалась, сразу ускоряй. Не терпи, медленно не надо. Давай. Работай, работай, давай, давай. Опустить подкоманду, не зачет. Я же тебе сказал, но подождать. Ну, ничего, засчитаем. Нормально, друзья, начну 150 от Максика сегодня вашему вниманию. Как ты себя чувствуешь? Нормально, на 150 ты даже запасил. Не помер? Не, нормально. Ну, 170 он был, сравшись, потянул. Но, конечно, это только начало. Наша ЦР-200. Он, в принципе, неплохо тянет. Все хорошо у него получается. Наша задача актуальна сейчас продолжать работать над техникой тяги. Чтобы все было красиво по углам, по динамике, по скорости. Ну, и, конечно, осваивать хват в замок. Потому что это больше, знаете, вопрос привычки даже, чем какой-то тренировки. Поэтому будем работать, а там посмотрим, что получишь. Молодец. Так и легкие, 153 подхода. Один в лямках, один разнохватом, и второй чуть быстрее разнохватом. Молодец. Продолжение следует... Продолжение следует...